Здравствуйте! Вы смотрите новостной выпуск «День за днём» в студии Олег Соловьёв. О криминальной обстановке в городе расскажет начальник тыла отдела МВД по городу Десногорску Светлана Романова. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 98 сообщений о преступлениях и происшествиях. Из них 5 сообщений о преступлениях. Зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия с техническими повреждениями. Выявлено 96 административных правонарушений, в том числе 81 нарушение правил дорожного движения. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения к ответственности привлечен 1 человек. За распитие спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах к административной ответственности привлечены 6 человек. 29 января на территории Десногорска прошел профилактический рейд ГИБДД. При поддержке ОМОНа и Росгвардии сотрудники полиции проводили осмотр автомашин на наличие запрещенных веществ и предметов. Таковых у десногорских водителей за несколько часов проверки обнаружено не было. Зато были другие нарушения. Так называемая глухая тонировка передних стекол автомобиля запрещена. В случае с этой машиной пропускаемость света всего 1%, вместо требуемых по правилам не менее 75. Автолюбителю выписан штраф в 500 рублей. Всего же за время рейда за тонировку выписано 10 протоколов. Всем водителям вынесены требования на устранение правонарушений. В противном случае будет составлен новый протокол. Неповиновение распоряжению сотрудника полиции. А это новый штраф. Кроме того, было составлено 3 протокола на пешеходов, переходивших дорогу в неположенном месте. Со всеми участниками движения были проведены профилактические беседы. В конце выпуска о погоде. 2 февраля в Десногорске пасмурно, без осадков. Днем минус 7, ночью будет минус 11. На сегодня выпуск завершен. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!